Прежде всего, что касается одежды, которую надевает мусульманин, она не должна содержать в себе запретных вещей. Не дозволено мусульманину надевать на себя одежду, как, например, если он наденет на себя одежду, на которой находится крест или оскорбление религии, Всевышнего Аллаха и т.п. Потому что одежда, подобная этой, на которой находится что-то из уподобления кяфирам, как ношение креста или того, что запрещено само по себе, то это не дозволено. А что касается того, что называется эмблемами фирм, как эмблема фирмы Nike, которая является знаком «правильно», то относительно этого мы скажем, что, во-первых, нужно посмотреть на основу этой одежды. И если тот, кто говорит, что эта эмблема является эмблемой божества победы, правдив в этом, и эта эмблема не утратила своей смысловой нагрузки в это время, то есть, если эти люди до сих пор имеют убеждение, что смысл этой эмблемы именно таков, то это одно дело. А если же эта эмблема имела такой смысл в старину, а сейчас этот смысл уже утратил свою актуальность, и от него не осталось следа, и нет людей, кто бы был на подобных убеждениях, и она стала просто эмблемой, которая только немного похожа на этот идол, но этого смысла уже нет в ней, и сердца людей уже не связаны с этим божеством, то хуком этого знака исчезает. И в этом случае эта одежда становится подобной всей остальной одежде, в которой нет вреда, потому что на ней нет того, что оскорбляет религию Аллаха. Также на ней нет креста или божества, существующего на сегодняшний день, которому поклоняются вместо Аллаха, и которого возвеличивают его приспешники. Поэтому, если все эти смыслы исчезли, и эта эмблема стала означать знак правильно, представляя себе галочку, то эта одежда продолжает оставаться дозволенной. Если же эта эмблема до сих пор возвеличивается ее приспешниками, считающими, что это их божество, которому они поклоняются наряду с Аллахом, то тут мы скажем, что мусульманину не дозволено носить такую одежду. А что касается того, кто надел ее, не считая, что это именно этот знак, то на нем нет греха. А тот, кто надел эту одежду, не возвеличивая этот знак и не считая его чем-то особенным, такому человеку не выносится такфир, и его не называют заблудшим за это. Однако мы скажем ему, что если эта одежда является одеждой мучриков, которую в основном носят только они, то мусульманину не дозволено надевать ее. Но основа в одежде – это дозволенность. То есть, любая одежда является дозволенной, кроме той, на запретность которой пришло доказательство. Как пришло доказательство на запретность ношения креста и запретных изображений. А также пришло доказательство на запретность надевания нечистого, наджеса, незаконно присвоенного, и одежды, которая надевается с целью привлечь внимание, то есть запретно надевать любую вещь, которая противоречит религии. Если одежда не содержит в себе всех этих причисленных вещей, то основа в ней – дозволенность. А что касается заявления о том, что это было знаком божества, которому поклонялись раньше, но которое исчезло, и у него не осталось последователей и поклоняющихся, то этот смысл, на который указывал этот знак, исчезает, также отменяется его хуком.